На обычных бронежилетах вы не можете прям полный сделать вдох, чтобы, блядь, вот хоть как-то это все оторвать. Ну, я не знаю, что надо сделать, короче. Cry Precision, America, Original, все эти дела и так далее. Вы ничего не боитесь, вы смелый охуенный парень. Она сюда заходит, но с проблемами. Всех приветствую, друзья. Сегодня мы поговорим про конкретно мой бронежилет. Про нежилет корсетный я вам расскажу все плюсы, все минусы. Полностью рассмотрим его со всех сторон, какие подсумки, что там хранится. Поговорим о корсетной системе и обязательно поговорим про бронеплиты. Видео будет интересное, обязательно подписывайтесь на канал, переходите по ссылке в описании на мой телеграм и начинаем. Так, друзья, перед тем, как мы перейдем ко всем мелочам, вот этим подсумочкам и так далее и тому подобное, расскажу в целом плюсы и минусы корсетника. Первый и самый основной момент плюсов корсетника. Это у вас имеется корсетная система, которая позволяет установить СТКС-упоры для того, чтобы снять нагрузку с вашего позвоночника и с плеч. Дальше, если вы не работаете с СТКС-упорами, у вас их нет или еще что-то, все равно корсетный бронежилет вам поможет распределить нагрузку. При затянутом корсете, при затянутых камербандах, как положено это на бронежилете, он распределит равномерно нагрузку по вашему телу. По крайней мере, вы не будете ощущать этот вес, поскольку бронежилет будет сидеть на вас плотно. Основной еще один плюс, это то, что при дыхании корсет ходит и позволяет вам делать глубокий вдох. Вдох и выдох после каких-то перебежек, либо после еще каких-то других моментов, когда у вас отдышка. И если мы не берем корсетные системы, на обычных бронежилетах вы не можете прям полный сделать вдох, потому что камербанды мешают вам это сделать. Поэтому в корсетных бронежилетах все эти моменты решены. Переходим дальше. Основной минус конкретно корсетных бронежилетов, которые представлены у нас в России. Данный жилет от проекта LIV, он скопирован один в один с корсетника от Cry Precision. Я думаю, всем известная компания американская. Данный корсетник точно такой же. У Cry Precision стоит там бушный, наверное, порядка 60-70 тысяч. Новый, то есть чисто чехол, ну порядка 100 тысяч. Ну потому что это Cry Precision, Omerica, Original, все эти дела и так далее. Но данный корсетник также выполнен из оригинальных материалов. Оригинальная стропа используется, оригинальная кордура. Оригинальные материалы все то же самое. Значит, минус всех корсетников это то, что вы не можете установить передний кап. То есть сюда его установка не предусматривается. Проекту LIV уже передана обратная связь. Они это в последующих генерациях будут исправлять. Решение данных проблем. Решение проблем на самом деле три. Первое. Вы ничего не боитесь, вы смелый охуенный парень. И вы не носите кап. Второе решение проблемы. Вы сами пришиваете сюда небольшой кусок велкра для того, чтобы можно было прикрепить кап. И третий вариант. У проекта LIV опять же есть теперь тандемные плиты, которые не дают вам запреградку. Когда что-либо врезается в плиту, с обратной стороны есть запреградная травма. То есть вот это вот вспучивание, которое передает кинетическую энергию уже непосредственно в тело. Проект LIV реализовал специальную тандемную плиту. То есть это плита плюс специальная подложка. По толщине она примерно будет такая же, как обычная плита, но не будет у вас запреградной травмы. Ссылку на отстрел этой плиты я оставлю в описании. Обязательно посмотрите. Очень интересная конструкция, очень интересная система, которая может действительно решить проблему с капом. Это вообще в целом касаемо всех бронежилетов, не только корсетников. Но у корсетников на данный момент такая проблема есть. То есть нельзя установить передний кап. Теперь поговорим про плюсы. Значит, жесткий корсет, прям реально он жесткий, достаточно плотно сидит. То есть это внутренний непосредственно корсет, куда там устанавливается СТКСС упор и так далее. Здесь у нас в стоке предусмотрен карман под рацию, но я им, честно говоря, не пользуюсь. Но если кому-то надо, пожалуйста. Правильно, правильно, для того, чтобы зафиксировать здесь непосредственно корсет, нужно вот эту часть расстегивать, продевать и уже крепить его. Но я для ускорения процесса одевания, надевания, снимания и так далее, здесь полностью закрепил. Значит, правый получается корсет. Корсет, а лево я вот так вот напрямую вставляю. Проект Лив, благо, решил проблему. То, что здесь была вот эта вот фиксационная стропа, очень прям жесткая и прижатая. То есть нельзя было вот таким вот образом вставлять. Теперь эта проблема решена. И мы можем вообще на изичах вот так вот ее просто засовывать. Вообще с этим, в этом плане никаких проблем абсолютно нет. Также, чтобы его быстро снять, конкретно мне, я, значит, здесь зафиксировал. Сюда поставили, поставил дополнительный фастекс с двух сторон. Для того, чтобы мне было удобно его скидывать или еще что-то. Фастекс отстегнул. Все, без проблем. Вы можете его одевать как куртку там или если вам нужно его быстро скинуть и так далее. Но быстросброс здесь тоже реализован. Это мы попозже покажем. Дальше идет основной камербанд. Камербанд полностью. Сюда можно вставить мягкую баллистическую защиту. Можно вставить плиты. Что вам угодно. Он достаточно объемный. На хорошей вилкрухе. То есть сюда прям залезет прям хороший противоскол. С этим тоже никаких проблем нет. Это вот как раз таки идет внешний камербанд. И вот так вот это все выглядит уже готово. То есть внутренний корсет, внешний камербанд с баллистической какой-то защитой. И здесь у вас уже находятся под сумки сверху камербанд. Переходим теперь к лямкам. Потому что было по лямкам много достаточно вопросов перед покупкой. И также от подписчиков, которые купили непосредственно жилет. Перед покупкой они у меня спрашивали. Вот лямки выглядят достаточно хлипенько. Страж подскажи пожалуйста. Типа порвутся, не порвутся там они и так далее. Дело в том, что на обратной стороне жилета у вас очень жесткая велкара. Я думаю подписчики, которые владеют уже данным жилетом, напишут в комментариях. И подтвердят ту информацию, которую я говорю. Она настолько жесткая, что ее даже трудно сюда засунуть. Сама непосредственно стропа, которая крепится к жилету, здесь прошита настолько жестко и сильно. Что, блин, я короче честно не знаю, что нужно сделать. Конкретно лямок в стоке у нас идет один фастекс с этой стороны. То есть для того, чтобы отстегнуть, расстегнуть. Я поставил два фастекса, потому что мне конкретно так удобней. В машине там едешь, отстегнул, переднюю плитку ослабил, там еще что-то. Для того, чтобы быстро его снять. Ну то есть для удобства пользования я поставил два фастекса. Для меня это реально удобно. Очень советую, реально, блин, прям имба. Быстро снимать, быстро одевать его. Ну короче, действительно удобно. Но при работе с прикладом абсолютно никак не мешают фастексы вот эти. Я упираю прям либо в него, либо чуть-чуть правее беру, значит, плечо. Либо упираю прям сюда непосредственно в плиту. Никаких с этим, значит, проблем нет. Лямки достаточно хорошие, тоже выполнены из оригинальных материалов. Здесь у нас есть, значит, такие вилкрушечки для того, чтобы либо гидратор тут можете провести, либо там тангетку, то есть провод, да, тангетки под рацию там. Ну это уже вы сами смотрите. Значит, сами подушки выполнены тоже достаточно хорошо. Они достаточно мягкие. Они при этом, они мягкие и при этом, короче, жесткие. Ну то есть сидят, короче, действительно хорошо. Дискомфорта лично у меня не вызывают. Проблем в этом опять же нет. Касаемо плит. Здесь есть небольшая проблема. Именно по размещению плит. Сразу говорю, они заходят, то есть без проблем. У меня сейчас стоит плита от Atlant Armor. Сейчас я ее на ваших глазах вытащу. Она достаточно толстая. Те, кто видели, либо пользуются плитами от Atlant Armor, понимают, о чем я говорю. То есть она реально прям жирная. Она сюда заходит, но с проблемами. Вот о чем я хотел вот как раз таки и поговорить. Проекту Leaf уже информация передана. Она, конечно, не играющая большую роль, но все же это есть. Я как бы, ну, должен вам об этом сказать, потому что это есть. Швы сделаны по абсолютно точному подобию, как у Крэй Присижи. И поэтому наши плиты гранит, либо вот такие толстые, как Atlant Armor, заходят сюда с небольшим дискомфортом и с небольшим трудом, но заходят без проблем. Просто нужно будет прям достаточно жестко туда их вбить. Я сейчас это продемонстрирую, покажу вам, как это делать. И покажу, значит, в чем конкретно проблема и где здесь нужно увеличить непосредственно производителю. Производитель уже этой информации передана. Он ее взял на вооружение, и это будет исправлено. Но я все равно еще раз вам это продемонстрирую. Здесь у нас стропы моли, то есть мультикам тоже все прошито отлично. Вот сколько я уже, получается, полтора месяца над ним изгаляюсь. Ничего не стерлось, никакие нитки не выскочили. Вообще прям к этому абсолютно никаких вопросов нет. Дальше петля эвакуационная тоже достаточно крепкая. Как мы ее не дергали, оторвать тоже не смогли. Тоже факт. Непосредственно сама плита, значит, чехол, да, с плитой, который крепится к корсету, тоже крепится достаточно жестко. На специальные стропы такие жесткие, что сверху, что снизу. Быстросброс также здесь реализован. Быстросброс рабочий тоже без проблем. Здесь у нас есть молния для того, чтобы крепить зип-панели разного рода. Я думаю, вы видели их много раз. Сюда вы их можете застегивать, размещать гранаты, дымы, утилитарные какие-то подсумки. Это уже на ваше усмотрение. То есть данная зип-панель дает вам свободу действия под любую задачу, которую вы собираетесь, значит, данный корсетник или плитник применять. Теперь конкретно поговорим про плиту. Сейчас я вам расскажу по поводу вот этого нюанса про заднюю, ну и переднюю плиту. У нее точно такая же. Ну, не хотел бы сказать, что проблема, но вот этот нюанс есть. Потому что так-то все заходит заебись просто. Дело в том, что заходит с трудом. Но сейчас я, короче, это все вам продемонстрирую здесь. И потом мы перейдем к комплектации жилета. В какой комплектации, значит, этот жилет приходит. По плите. Вот она плита от Atlant Armor, которыми я вот непосредственно пользуюсь. Но сейчас уже, наверное, буду переходить на тандемные. То есть, чтобы мне не ебаться с этими капами. Проблема у нас непосредственно вот в чем. Вот он сам непосредственно задний плейбэк. И вот она толстая плита. То есть, гранитовская сюда, понятное дело, зайдет тоже на изичек. Но вот мы на примере атлантовской плиты смотрим. Значит, вы начинаете ее засовывать. А, бля, слушай, подожди, ебать, походу исправилась эта хуйня. Она же эта эластичная, ебана в рот, точно, блядь. Так, друзья, короче, проблема у нас решилась сама. Значит, плита у меня здесь стояла полтора месяца. Я ее не вытаскивал. И сам вот этот материал, который как раз-таки скрепляет вот эти вот две части, он достаточно эластичный. И он сам по себе растянулся. И она уже туда, как вы видите, заходит без проблем. Такая жирная плита. Пожалуйста. То есть, все равно усилия нужно прилагать, но не такие, как были раньше. То есть, заходит туда плита без проблем. Все равно, нет, нет, все равно туговато чуть-чуть. Косячок этот как бы все равно остался. То есть, как вы видите, под конец она заходит уже достаточно сложно. И нужно вот так вот затягивать. Но она заходит. То есть, в этом плане как бы все ок. Но вот этот нюанс нужно учитывать. Но опять же, плита от Land Armor, посмотрите, какая она, ну то есть, она толстая плита. Я думаю, вы видели, гранит, она в два раза тоньше, чем эта. Поэтому гранитские плиты как бы зайдут на ура. Проблем в этом нет. Либо берите стоковые, то есть, вот эти вот плиты Strike Face, которые форм-фактор как раз-таки подходят к этому жилету идеально. Но поскольку мы же все-таки живем в России, у нас либо плиты гранит, либо вот эти вот с Алиэкспресса Strike Face вы там покупаете. На свой страх и риск. Я их, кстати, никому не рекомендую, потому что плиты с Алиэкспресса, они от партии к партии постоянно меняются. Если какая-то партия будет хорошая, какая-то плохая, я вот в этот ящик не играю никогда. Я покупаю либо гранит, либо вот этот Land Armor. По заднему плейбэку и переднему я вам объяснил, сказал вот этот нюанс. Он есть, но он не такой критичный. Но нужно было вам рассказать, потому что это факт. Переходим к комплектации. Расскажу вам, покажу, что идет в комплектации с данным жилетом. Он продается сразу комплектом. То есть, отдельно корсетник, только корсетник, вы купить не можете. У вас сразу в комплекте будут идти подсумки. Поэтому переходим к обзору то, что идет у нас в комплекте. Значит, отрывная аптечка, ну, медицинский подсумок, да, отрывной, тоже выполненный из оригинальных материалов, тоже хорошо прошит, достаточно объемный. Вот обратите внимание, он у меня полупустой. Хотя наполнение у него достаточно нескудное. То есть, тут маркер, бандаж 6 дюймов, турникет, там, скотчик, гемостатический бинт, окклюзионный пластырь, там, назофриангиналка. То есть, еще можно сюда, блин, подзасунуть так нормально. То есть, достаточно такой прям объемненький подсумочек. Он идет, значит, у нас в комплекте. То есть, сразу подсумок отрывной. На предыдущей версии вот этого подсумка была меньше намного петля, и было неудобно хвататься. А здесь они, значит, проектлив, увеличили эту петлю, и теперь очень удобно. Прямо, оно прям залетает за руку, и сразу можно его срывать. В этом плане тоже молодцы. Опять же, материалы все оригинальные. Оригинальная стропа, оригинальная фурнитура. К этому никаких вопросов нету. Затянули там вам как нужно, и все, проблем нет. Дальше идет у нас в комплекте также два гранатных подсумка. Ну, вы их можете использовать не только под гранат. Я, например, один подсумочек приспособил под бандажик. Четырехдюймовочку для самопомощи. Если что, вдруг, не дай бог. Обозначил. Это я сам уже тут нарисовал. Чтобы сразу можно было, если кто-то ко мне подбежит, увидеть этот момент. Два вот таких вот гранатных подсумка идет в комплекте для гранат. Но их также можно использовать и по другим моментам. Дальше. Идут три подсумка под два магазина АК. Но здесь у меня, к сожалению, стоят не стоковые подсумки, которые шли. Я их просто поменял, потому что это мои старые уже давние рабочие подсумочки. Это чисто уже моя была прерогатива. Просто, к сожалению, мы не взяли, которые идут в комплекте. Но они точно такие же. То есть, они с закрытым клапаном. Если вам не нужен закрытый клапан, вы можете его там убрать. Он точно так же. Там эти подсумки на этих же резинках, утяжках. Два магазина АК 545 вообще на изи. В эти подсумки залетают. Я имею в виду подсумки, которые идут стоково в комплекте. Два магазина АК заходят туда без проблем. Тоже все закрывается, затягиваются. В этом, опять же, никаких вопросов нет. Дальше идет вот такой вот утилитарный подсумок. Тоже все лейблы там Кордура. То, что это оригинальный материал. Все здесь присутствуют. Достаточно он объемный. Здесь у меня располагается, когда я работаю, я сюда убираю провод из-под рации. Провод там у меня лежит. Два сникерса, как правило. Что-то можно из рассыпухи кинуть. Все его используют по-разному. Я его использую под провод. То есть, когда у меня выходит тангета и так далее, я туда прячу провод от радейки, чтобы это все не болталось. Но он достаточно прям объемный. То есть, у меня туда вот, пожалуйста, две руки вообще легко влезает без проблем. Это внутренний карман. И также есть еще внешний карман. Здесь у нас идет чехол. Тоже он идет в комплекте с этим жилетом. Пожалуйста. Его вы можете использовать как сбросник. То есть, если у вас вдруг нет сбросника. Но как сбросник его использовать, конечно, я не рекомендую. Поскольку, ну, вы сами видите. То есть, это не предназначено для этого. Это больше предназначено, чтобы что-то скрыть от дождя. Вы можете его натянуть на жилет. Если он, ну, то есть, вытащив плиты и так далее. Можете сюда там сложить под сумки. Можете там еще что-либо сюда сложить. То есть, он водонепроницаемый. Ну, то есть, достаточно тоже неплохо сделан. Я лично им не пользуюсь. Потому что у меня есть свои, как бы там, чехлы и так далее. Но он у меня здесь лежит на всякий случай. Потому что выполнен он тоже достаточно так добротно. Чем он мне очень нравится и почему я его себе и оставил. И под сумки все эти оставил. Это потому что он выполнен из оригинальных материалов. Он выполнен из качественных материалов. Он добротно сшит. То есть, чтобы, блядь, вот хоть как-то это все оторвать. Ну, я не знаю, что надо сделать, короче. Я работал, ну, с достаточно большим количеством жилетов. И у меня были проблемы, когда там и стропы у меня отрывались. Не моли я имею в виду стропы. А именно, которые крепят непосредственно, значит, подушки там и так далее. У меня были такие моменты достаточно часто. Здесь у меня пока таких проблем не было. Дальше я, конечно, в телеграм-канале это все буду писать. Про жизни этого жилета. Но я полностью его взял и работаю сейчас только с ним. Потому что, блядь, реально жилет. Прям, блин, реально мое почтение. Вот мне сейчас оператор подсказал то, что, типа, здесь торчит, значит, у меня нитка. Друзья, это у меня под турникет. Вот эта вот херобора. Она идет не стоково. Это моя старая. Это отсюда нитки торчат. Не из жилета, чтобы вы не подумали ничего. Это достаточно старый мой крепеж под турникет на двух резинках. Я уже не знаю, блядь, сколько ему... Фух, блядь, ну, больше года, наверное, точно. То есть, он, да, вот здесь уже подраспустился у меня. Но все равно, блядь, я его использую. Он мне, ну, как родненький. Мой счастливый, так сказать, держатель. Поэтому я его тоже здесь разместил. Пару слов, значит, про крепежные системы, а конкретно про Велкро. Велкро достаточно жесткий. Значит, здесь у нас есть Велкро, чтобы подкрепиться к подсумку под радиостанцию. Но я ей не пользуюсь, поэтому я всегда, он у меня закрытый. Значит, здесь Велкруха и на... Прям, ну, реально, она очень хорошая. Блядь, я сейчас заебусь отклеивать. Велкруха, пожалуйста. Очень добротно сделана. Крепится действительно жестко. И здесь, опять же, у нас есть небольшой, ну, так скажем, косячок, которому я также производителю уже передал. Значит, у нас здесь нету... То есть, мы заклеили, да? У нас здесь нету хлястиков. То есть, вы прекрасно знаете то, что, чтобы снять Велкружку, чаще всего у всех есть хлястики. Значит, здесь хлястиков у нас нету. Но здесь это решено вот такой вот, значит, прослойкой, которая не клеится. Вот так вот. И то есть, его тоже снять проблем нету никаких. Опять же, это все окей. Просто это лично я привык вот к этим вот, значит, хлястикам. Вот типа вот таких вот, которые просто дергаешь и спокойно снимаешь. Здесь тоже с этим проблем нету. Даже, может быть, сказать, это уже, наверное, даже доеб. По факту, если так это рассматривать, это я уже доебываться начинаю. Но все же, как бы, лично мне было бы удобно хлястик. Но, в принципе, и с этой, значит, штукой мне это работать не мешает. Но если производитель сделает, я думаю, будет как бы не лишним уж точно. Но, в принципе, вот так. Также, друзья, совсем забыл сказать. В комплекте еще идет напашник. Значит, напашник тоже достаточно объемный. Ссылку, значит, я укажу в описании. Сами посмотрите, как он выглядит. На весь комплект, на сам плейт, на все эти, ну, то есть, все эти моменты, чтобы вы сами еще это все посмотрели поближе. Ссылка на него будет в описании. Пользуйтесь, кому нужно, пожалуйста. Я вам информацию плюсы-минусы довел. Лично мне жилет очень нравится. Выполнено качественно. Достаточно, ну, такое большое уже количество подписчиков купили. Я его достаточно долго тестировал. Получается, где-то полтора месяца. Мы его тестировали, смотрели на все швы, проверяли и так далее. Подписчики, которые не ждали обзор, которые купили его, да. Отзывы положительные. Если вы здесь, кстати, вот Орел, я помню, еще кто-то. Напишите в комментариях, напишите свой отзыв по данному жилету. То есть, для людей. То есть, чтобы они тоже посмотрели. Короче, жилет я советую. Реально топовый. Комплектация достаточно богатая. Выполнен из качественных материалов. Косяков прям таких глобальных, жестких прям уж нету. Как-то так, друзья. Надеюсь, вам это видео было полезным, интересным. Обязательно подписывайтесь на Телеграм. Ссылка будет в описании. Потому что там я на постоянной основе вам показываю. Скидываю фото, как мы тестируем его. Чтобы у вас не было там никаких вопросов. И там я постоянно на связи. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok